Два одинаковых плоских конденсатора соединены параллельно и заряжены до разности потенциалов Ум 150 Вольт. Определить разность потенциалов на конденсаторах У1, если после отключения их от источника тока у одного конденсатора уменьшили расстояние между пластинами в два раза. Для начала сделаем рисунок, запишем дано. Начальная разность потенциалов У1 150 Вольт. Расстояние между пластинами D1 равно 2D. Расстояние между пластинами во втором случае для второго конденсатора D2 равняется D. Площадь обкладок в первом случае равняется площади обкладок во втором случае и все это равняется S. Емкость первого конденсатора равняется емкости второго конденсатора и пусть это все равняется C. Найти разность потенциала во втором случае. Напишем формулу заряда. Заряд Q равняется. Емкость конденсатора умножить на разность потенциалов. Также напишем формулу емкости. Емкость равна диэлектрической проницаемости среды на диэлектрическую проницаемость вакуума. Все это умножить на площадь обкладок, знаменатель, расстояние между пластинами, D. Этим формулой необходимо знать. Воспользуемся законом сохранения заряда. Тогда суммарный начальный заряд Q1 плюс Q2, это заряда первого и второго конденсатора в первом случае, будет равняться суммарному заряду во втором случае Q1' плюс Q2'. Рассмотрим заряды. Заряд Q1 будет равняться емкость первого конденсатора умножить на разность потенциалов на U. Воспользуемся условием то, что емкость первого и второго конденсатора в начальных условиях одинаковая. Тогда у нас получается СУ. Заряд второго конденсатора С2 будет равняться емкость второго на разность потенциалов. Также воспользовавшись условием, получаем СУ. Разность потенциалов на первом и втором конденсаторе будет одинакова, так как конденсаторы подключают параллельно. Заряд конденсатора Ку1' во втором случае будет равняться емкость первого конденсатора умножить на разность потенциалов У1. Первый конденсатор мы не изменяли, поэтому у него емкость остается прежней Получается Су1 Ку второй штрих будет равняться С второй штрих умножить на разность потенциалов У1 Емкость второго конденсатора мы изменили за счет изменения расстояния между пластинами Соберемся воедино, подставим наши заряды в ранее написанное выражение Тогда у нас получается Вместо Ку1 мы пишем Су плюс Ку2 Су Все это равняется Ку1 штрих это Су1 плюс С2 штрих У1 Заметим в левой части подобные слагаемые, сложим Тогда у нас получается 2Су равняется Су1 плюс С2 штрих У1 Рассмотрим емкости наших конденсаторов Емкость конденсатора начального условия будет равняться Диэлектрическая проницаемость умножить на диэлектрическую проницаемость вакуума умножить на площадь обкладок знаменатель расстояния между пластинами в первом случае D1 Воспользуемся условием Тогда у нас получается ε ε0s знаменатель 2D Емкость второго конденсатора с измененным расстоянием между пластинами будет равняться ε ε0s знаменатель D2 Воспользуемся условием Тогда у нас получается ε ε0s знаменатель D Подставим наши емкости в ранее написанное выражение Тогда у нас получается 2 умножить на емкость начального конденсатора Это ε ε0s знаменатель 2D И все это умножить на разность потенциалов U Все это равняется C Это ε ε0s знаменатель 2D И все это умножить на U1 Плюс емкость второго Это ε ε0s знаменатель D И все это умножить на разность потенциалов U1 Домножим все наше выражение на множитель Числитель 2d, знаменатель ε, ε0s, чтобы избавиться от лишних множителей. Тогда у нас получается 2u равняется u1 плюс 2u1. Приведем подобные члены в правой части. Тогда у нас получается 2u будет равняться 3u1. Выразим отсюда u1. u1 будет равняться 2u, знаменатель 3. Подставим сюда наше значение и найдем результат. Посчитав, получаем 100 вольт. Запишем ответ. Разность потенциала во втором случае u1 равно 100 вольт. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.